Здравствуйте! Мы начинаем сегодня новый цикл, лекционный. Называться примерно это будет так. Лекции по решению задач из курса функционального анализа. С одной стороны у нас есть лекции, с другой стороны есть семинары, на которых тоже задачи разбираются и решаются. Некоторые семинары записываются и идут как онлайн-конференции. Но тем не менее на кафе решили попробовать создать такой отдельный курс. И я думаю, что надо, конечно, как-то сформулировать и описать стилистику этого курса. Вот у меня в руках книжка, совершенно замечательная, одного из известных математиков XX века, Халмыша. Гильбертова пространства в задачах. Ей 50 лет, она вышла в русском переводе в 70-м году. Обратите внимание на название. Вот название книги Гильбертова пространства в задачах говорит о том, что есть попытка представить весь мир Гильбертовых пространств в виде какой-то цепочки, последовательности, набора задач. Этот стиль математики существует довольно давно. В 20-е годы появилась книжка Поля и Сегер венгерских математиков, задачи и теоремы из анализа, где вещественный и комплексный анализ были в двух томах представлены в виде набора задач, зачастую весьма трудных, зачастую выходящих на новые в то время результаты из этой области анализа. Потом появились книжки такого сорта и всякие другие. Но вот хочется что-то из этого взять и постараться придать этому курсу лекций какие-то формообразующие черты. Поэтому я сразу скажу, мы не будем идти просто как обычно в семинарах, по некой тропе, задача, 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 так или иначе связанная с текущим материалом лекции. Я буду разбивать все повествование на небольшие главы. Каждая глава будет названа в честь того или иного объекта или теорема или чего-то еще. Но чтобы было понятно, что все, что связано с этим кругом терминов, утверждений, мы постараемся в этой одной или двух лекциях упомянуть. Первая лекция сегодняшнего дня будет называться так же, как и следующее. Давайте вот я поставлю и римскую цифру 1, рубрикация такая, по главам будет идти. Значит, называться она будет так. Линейные непрерывные функционалы. Значит, о чем пойдет речь? Пункт 0 такой, уже внутри этого римского, уже арабский. Объект основной – это какое-то линейное нормированное пространство над числовым полем, в роли которого может выступать в наших реальных условиях либо С, либо Р. Значит, это линейное нормированное пространство. Линейные непрерывные функционалы – это линейные функционалы, то есть отображение, действующее из Е в соответствующее поле К, которое вот здесь упомянуто. Ну и давайте уж напишем линейные непрерывные. Этот объект имеет стандартное обозначение в математике Е со звездой, сопряженное пространство, значит, это и есть множество всех линейных отображений, действующих из Е в поле К. Основная теорема, здесь простенько еще с прошлого семестра нам известная, говорит, что Е со звездой – это всегда банных его пространство. Ну, общий теорема там говорит, что Элис Е1 в Е2 является пространством операторов линейных ограниченных полным, если второе из этих пространств Е2 является полным. Ну, а поскольку наши числовые поля, что это, что это, являются полными пространствами, то стало быть, получается, в качестве следствия вот такое очень полезное и важное для нас утверждение. Сначала еще не хочется сказать несколько слов, почему вот функционалам придается такое особое значение, хотя это всего лишь частные случаи линейных непрерывных отображений. Ну, давайте вспомним. Ваш курс линейной алгебры. Был такой момент, скажем, есть у вас пространство, ну, скажем, дайте для простоты R3 с евклидовой метрикой, то есть пространство со скалярным произведением. Вы рассматриваете здесь какой-то оператор, иногда хороший, с симметрической матрицей, иногда просто любой, но вот вместо того, чтобы рассматривать такое отображение действующего сложного для нас пространства сложного для нас, с ним связывают то, что называется обычно квадратичной формой. Это отображение, которое действует все из того же пространства оригинального R3 с метрикой 2, но в данном случае в поле, скажем, вещественных чисел. Этот функционал не является линейным, он квадратичный. Тут понятие квадратичной формы вы вводили, изучали, но выясняется такая очень интересная вещь. Изучив, как следует вот эту квадратичную форму, вы многое узнаете про сам оператор. Изучая более простое отображение, связанное с оригинальным, вы получаете информацию об оригинальном отображении. А почему это проще? Ну, мы так устроены, в конце концов, психологические люди, что во многих и научных делах, связанных с созданием модели какого-то явления, процесса и так далее, и в бытовых, мы очень любим связывать с объектом какие-то числовые характеристики. Скажем, вот рост, вес, человека, который вам это говорит, количество страниц, которые он прочитал в этой книге. Можно кучу всяких вот таких придумать цифровых характеристик, и если этот набор будет достаточно богатым, то он будет делать уже этот паспорт цифровой уникальным, однозначно характеризующим человека. В криминалистике в XIX веке, скажем, на этой идее была построена так называемая система Бартиллиона, где различные антропометрические показатели, цифровые, связанные с человеком, как считалось, позволяют его однозначно определить. Но подникли некоторые тяжелые судебные ошибки. В начале XX века эта система была выяснена дактилоскопией. Но по-нашему, современному, это что-то вроде QR-кода, только вместо каких-то квадратиков использованы кривые, причудливые и непонятные внутри, опять же, какого-то канонического квадратика. Вот примерно то же самое происходит и здесь. Мы зачастую хотим использовать функционалы при изучении какого-то линейного пространства и жизни в нем с помощью вот этих измерительных инструментов. Самый простой из них, как класс, это линейный непрерывный функционал. Но это можно будет сделать только в том случае, если вот как в системе Бертельона мы будем уверены в том, что этот набор инструментов достаточно богат и позволяет выявлять самые разные какие-то свойства, позволяет выбирать какой-то инструмент соответствующий той задаче, которую мы решаем и так далее. Ну вот, чтобы в этот мир под таким углом войти, я сразу прямо сформулирую и разберу с вами задачу, потом мы обсудим ее применение и увидим, что вот утверждения в функциональном анализе, даже очень простые, неожиданно становятся инструментами в исследовательских делах, где вроде бы никаких других способов изучения ситуации и не видно. Итак, первая задача сегодняшнего дня. Пункт 0, вот эту преамбула введения я уже прошел. Ситуация. Пусть Е линейное пространство. Вот на одном из тех полей, о которых я говорил. Обратите внимание, просто линейное пространство. Никакой метрики, никакой нормы, ничего, никакой топологии нет пока. Пусть Е вот такое, а Ф, действующее из Е в К, это линейный функционал. Просто линейный, опять же, ни о непрерывности, ни о пограниченности, что, как мы знаем, в нормированных пространствах для линейных функционалов одно и то же, и для операторов вообще. Так вот, теорема утверждает эту задачу. Хотя это, можно сказать, и замечательная теорема. Тогда коразмерность ядра этого функционала равна единице. Я специально вот так в виде вывески, прикрепленные над входом в какое-то пространство жизненное записал, чтобы было непонятно и красиво. Что это значит? Расшифровка. Представьте себе, что Е мы представили в виде прямой суммы, ну скажем, подпространств линейных L1 и L2 и второе из этих пространств в этом разложении имеет конечную размерность, ну скажем, равную N. Подчеркну, конечно, конечно. В этом случае мы говорим, что ко-размерность L1 равна вот этому N. То есть ко-размерность в случае, если дополняющее пространство имеет конечную размерность, это как раз размерность вот этого дополняющего куска. Так вот о чем здесь речь идет в этой задаче? Что если функционал, я вот здесь одну вещь пропустил, очень важную, нетривиальный, ненулевой, что если функционал ненулевой, то всегда его ядро, это такое линейное подпространство, которому не хватает всего одной размерности, чтобы быть всем пространством Е. Ну, давайте опять же вспомним воспоминания. Я буду к этому воспоминанию переходить еще сегодня не раз. Опять беру вот этот привычный мир, в котором, как мы думаем, мы живем, R3 с ивклидовой метрикой. В нем линейный функционал F, если задан вещественно-значный, то при наличии, скажем, стандартного базиса Е1, Е2, Е3 и соответствующие записи в этом базисе для произвольного вектора Х1 и Е1 плюс и так далее, Х3 и Е3, я, под действовав функционалом на обе части, получу, что F от X, дальше я уже не буду писать черточки, есть сумма X и T на F от E и T. И если через эти все значения обозначить через E, то у меня получится еще одно за одно представление. Это и скалярное произведение X на вектора вот с такими компонентами. Вот из этих всех дел, это уже линейная форма так называемая, вытекает масса всяких полезных наблюдений, которые мы будем так или иначе обобщать. Ну, например, то, что коразмерность ядра такого функционала, я до этого еще не напоминал, но ядро это прообраз нуля. Это всевозможные X в E в общем виде такие, что F от X равняется нулю. То есть F минус первой от вот этого одноточного множества. Так вот, тут, если я напишу равенство, что вот это равняется нулю, то будет понятно, что получается уравнение плоскости размерности 2, которые проходят через 0, естественно, в нашем альтиментическом пространстве. И действительно, это гиперплоскость по названию такой линейной многообразии, которому не достает всего одной размерности для того, чтобы быть всем в трехмерном пространстве. Так? Так вот, здесь, как выясняется, неожиданно, даже в пространстве без всякой метрики и топологии аналогичные вещи имеются. Второе, на что сразу хочется обратить внимание, вот мы находимся в евклидон пространстве, и мы записали действие функционала, отрезаю сейчас вот эту часть, как результат скалярного умножения нашего аргумента х на фиксированных векторах. Опять мы сегодня увидим во второй части нашего разговора, что эта картина характерная, общая для всех гиперплоскостов. Так называемая теорема Ирисов-Риши. Ну, это все забегая вперед, а сейчас я возвращаюсь к нашей задаче, вот к этой. Давайте эту задачу решим. Вообще, мы эту задачу разбирали в прошлом семестре, она была включена в наше задание, но я вот хочу как раз еще раз повторюсь, в принципе, в той манере, которую я определил, говоря о каких-то вот объектах, таких как линейные неправильные функционалы, из самых разных мест собирать сведения, все их как-то однообразно трактовать и создавать, своего рода, такую библиотеку маленькую, посвященную тем или иным разделам, понятиям и так далее нашего курса. Итак, решение задачи. Так, это Риши, это Н, лучше написать отдельно. Смотрите, мне нужно доказать, что вот дополнение к ядру имеет размер от единицы. Так как ядро нетривиально, простите, плохо говорю, так как функционал нетривиальный, не нулевый, то ядро не равняется всему нашему пространству Е. Правильно? Ну, потому что тут говорится, что он не равен нулю на всех элементах нашего пространства Е. И значит, существует какой-то элемент из Е, такой, что f от x нулевое не равен нулю. Функционал у нас линейный, поэтому автоматически этот элемент не равен нулю. Картина меры будет такой. Вот есть ядро f, и вот торчит из нуля какой-то x нулевое. Покажем сейчас, что для любого x из нашего пространства Е можно получить такое представление, разложение. x равняется z, где z элемент нашего ядра. Так, это только не x, лучше не рисовать на этой картинке, чтобы не запутаться. Плюс какая-то константа из поля k умноженная на x нулевое. Геометрически это будет означать, если мы докажем, что такое разложение единственное, будет означать, что все наше пространство Е предстанет в виде ядра f плюс линия на оболочке вектора x нулевое. Одномерное многообразие, порожденное ненулевым элементом x нулевое. Доказательство очень простое. Нам надо подобрать такого константу альфа, чтобы равность x минус альфа x нулевое принадлежала ядру. То есть, чтобы f от x минус альфа x нулевое равнялось нулю. Ну и раскрывая скобки пользуясь линейностью, получаем f от x минус альфа и f от x нулевое равняется нулю. Или, что то же самое, f от x равняется альфа умножить на f от x нулевое. Альфа отсюда определяется однозначно. f от x поделить на f от x нулевое. Делить можно, потому что знаменатель не равен нулю. Все. Представление получили. Оно, как следует из всех проделанных выкладок, определено единственным образом. И таким образом полученное представление выявлено. Тривиально? Тривиально. Даже не верится, что какая-то польза может быть от этого. Но вот надо понимать, что многие факты в функциональном анализе, они иногда позволяют с общей точки зрения какие-то вещи увидеть. И это полезно. А вот как в данном случае, следующий пример нам это покажет, они дают нам своего рода дар предвидения. Есть такая мощная книжка, одна из лучших исландских саг родовых так называемых. Это событие в исландской жизни примерно тысячелетней давности. Назовывается сага Аньяли. И там про некого персонажа, Годи Снори, ну это вождь такой сообразный религиозно-политический, было сказано в разных переводах, на русский фраза звучит по-разному. в большей части прямых переводов с древнеисландского у нас оно звучит так, что Годи Снори был мудрейшим человеком среди всех, кто не обладал даром предвидения. Или не владел даром предвидения. А скажем, такой замечательный писатель английский Чарл Сноу, который был физиком по образованию, нормальным физиком, в Кембридже работал перед войной, после войны, когда во время войны по атомному проекту в работах участвовал. Он потом стал известным писателем и был министром науки и технологий в одном из Халибористских правительств. В общем, такой, ну, наш человек. Физик, но близкий к математикам. У него, кстати, есть очень хорошие мемуарные такие записки о Харде, с которым они вместе кем-то же работали и познакомились. Ну, Харде вы, как математика, наверное, знаете, хотя бы по той его роли, которую он сыграл, когда привлек Романуджана в Англию и много времени потратил на то, чтобы на нормальном математическом языке те прозрения, которые посещали Романуджана, представить математической публике в виде понятного, связанного математического текста. Так вот, возвращаясь сюда, значит, я вам обещаю, что сейчас будет задача, в которой вот этот факт будет играть роль своего рода предсказателя, который нас подталкивает в определенную сторону, вовсе не говоря, что он что-то там такое хочет делать. Я только, вот, пожалуй, сохраню из вот этого набора вот эту формулу. Она мне пригодится. и в цифре 1 рядышком в рамочке опять же этот результат запишу. Что тут в условии задачи 1 говорилось, вы знаете. Значит, мы любой элемент x смогли представить в виде z плюс альфа на x нулевое, где z из ядра, x нулевое не из ядра, а альфа какой-то параметр числовой из нашего поля. Теперь вот вторая задача, в которой, как я надеюсь, мне удастся продемонстрировать полезность вот этого утверждения. Пока поставлю знак вопроса. Вы занимались, изучая курс математического анализа, немножко теории обобщенных функций. Напомню, значит, сначала появилось пространство обобщенных функций, ну, в одномерном варианте. Это функции бесконечной дифференцируемые и это функции финитные. То есть, обращающиеся в ноль вне некоторого отрезка. Этот класс функций нетривиален, в каком-то смысле противоестественен, потому что типовая такая функция, вот она как-то вот так-то ведет, вот в той точке, где она как бы уходит в ноль, она при попытке разложить ее в окрестности в степенной ряд по степеням х минус вот это фиксированное там какое-то значение, она будет говорить, что, ну, ребят, все производные равны нулю, и поэтому это ноль. Это означает просто-напросто, что те условия, которые нужны для разложения функций в ряд, они не выполняются, коэффициенты здесь очень плохо себя ведут в окрестности этой точки. Все эти функции выражаются уже теперь в курс комплексного переменного сдали, вещи это означает, что как вещественно-значенная функция, такая основная функция фи не является аналитической. И с этим связаны некоторые трудности. Ну, почему выбран вот такой набор так называемых основных функций, я пока говорить не буду, потом, может быть, поговорим, когда будем говорить о вещах со связанных со слабой топологией. И на этом линейном очевидном пространстве вот с такой сходимостью, потому что d это вот такой набор функций, вот с такой сходимостью. Мы говорим, что по отсутствию n в d сходится к функции фи, если существует такой компакт k, которому принадлежат носители и всех функций фи n и носитель предельной функции фи. Напомню, что носителем такой функции фи называется замыкание множества тех аргументов, где функция отличная от нуля. Скажут на этой картинке, носитель это вот такой отрезочек. кстати говоря, вообще не очевидно, что такие функции есть, но вы в курсе анализа познакомились с так называемой шапочкой. Сейчас формулу писать не буду, неважно, совершенно такая, без экспонента, без экспонента двух симметричных там четная функция устроена. ну правда рациональный показатель, поэтому не буду писать пока, чтобы не отвлекаться. И вот если на таком линейном топологическом пространстве рассмотреть множество всех линейных неправильных функционалов, это и будет как раз пространство обобщенных функций d. В наших обозначениях это d звездой, хотя вот здесь мы рассматриваем линейное нормированное пространство, а здесь d всего лишь линейное топологическое пространство, но суть одна. Ради чего вам рассказывали про обобщенные функции? Ну, должны были упомянуть тот факт, что, в общем-то, теория-то родилась, ну, прежде всего, среди создателей надо назвать Лорана Шварца и Сергея Львовича Соболева, это все в 30-е годы происходило, это все из потребностей уравнений в частных производных, решения задач математической физики, соответственно, создавалась эта теория для того, чтобы каким-то образом дать новые мощные инструменты для решения вот этих задач. А в чем эти инструменты выражаются? Ну, скажем, если вы решаете какую-то задачу дифференциальную, это может быть уравнение колебаний, уравнение теплопроводной стороны, там, лапласа, значит, есть какая-то область G в том или ином МРН, и у вас есть набор, значит, есть уравнение, или это какой-то дифференциальный оператор, просто напишу на G, есть какие-то граничные условия, значит, от функции требуется, чтобы ее значение, значение каких-то производных, еще что-то там, вот в точках границы удовлетворяло заданным условиям. Так вот, выясняется, что во многих случаях можно заменить такую кривую задачу неким уравнением, неважно, как оно будет там выглядеть, пока для меня совершенно дифференциальным, что для меня важно, в D' Идея состоит в том, чтобы вместо того, чтобы искать решение задачи в классе C2, как классика предполагает, скажем, для уравнения колебаний или уравнения теплопроводной стичь, функция дважды непринадифференцированная, удовлетворяющая граничным условием, а тут резкое расширение происходит, настолько резкое, что мы вообще уходим в мир вот этих функционалов. Правда, в этом мире функционалов есть так называемые регулярные функционалы, когда действие функции, обобщенные вот этого функционала на функцию φ представляет собой интеграл произведения функции φ на какую-то локальную интегрируемую функцию обыкновенную. Ну вот сводятся. Каким-то образом научились там решать, там создается отдельная теория, связанная с преобразованием Фурье в эту область, для этого вместо этого пространства начинают рассматривать пространство Шварца. Ну и в результате нашли какое-то решение. Так вот выясняется потом при его изучении, что если здесь вот эти герои удовлетворяют к каким-то условиям, там f хорошие, еще что-то, то этот функционал регулярный, порождается какой-то локальной интегрируемой функции, начинаем внимательно смотреть на эту локальную интегрируемую функцию, выясняется при некоторых условиях, что она является классическим решением этой задачи. То есть получается некий регулярный способ решения задачи, но с последующей цепочкой дополнительных рассмотрений. Это в математике идея такая стандартная, когда для того, чтобы что-то решить, мы расширяем круг поиска, что-то там находим, а потом доказываем или пытаемся доказать, что на самом деле это персонаж из узкого круга, который нас интересует. Поэтому, понятно, что вот в этой теории обобщенных функций они важны не как игрушка, а надо научиться решать дифференциальное уравнение в этом пространстве обобщенных функций. И вот вторая задача сегодняшнего дня, которую мы разберем, выглядит так. Задача номер два. Я сейчас формулировку вам ее запишу. Значит, давайте, пожалуй, напишем, да, чтобы доказать. Мы работаем по-прежнему в одномерном варианте, значит, есть одномерный вот этот мир, его обитатели могут назначать греческими буквами, фи, пси и так далее. Есть дэштрих соответствующий. Доказать, что в пространстве дэштрих уравнение дифференциальное игрок штрих равняется нулю, имеет своим общим решением константы. Производие константы церкви. Давайте вспомним. У вас был курс математического анализа, значит, у меня условие уже прикочевало туда, я могу их стереть. Вспомните себя в роли первокурсника. У вас появляется утверждение, если для обычной функции одной переменной, в одномерном случае, числовой, выполнено условие на каком-то интервале, игрок штрих равняется нулю, то эта функция постоянная, произвольно постоянная. Как эта задача там решалась? С помощью терема Лагранжа. Вы берете тот интервал, на котором работаете, взяли здесь две точки и пишете, то раз функция дифференцируема в окрестностях, там не приносит, автоматически выходит, а получается тогда у меня, что же, раз во всех точках она дифференцируема, что если я напишу Y от T2 минус Y от T1, какие-то точки T1 и T2 я здесь взял, то это есть Y' в какой-то промежуточной точке кси на T2 минус T1. Ну и если это все равно нулю, то значит во всех точках значения одинаков. А вот здесь-то у меня ничего такого нет, нет ни теоремы Лагранжа, никакого инструментария в виде дифференциального исчисления, даже минимально развитого. Что делать? Как ни странно, вот наша первая задача нам здесь сейчас поможет, но поможет не так, чтобы она дала нам ответ, она нас подтолкнет в правильном направлении. Итак, перехожу вот сюда. что такое Y' в пространстве D' одинаковости штрихов надеюсь вас только развеселит, но не породит неправильной мысли. Y' D' это такая обобщенная функция для известной функции из D' которая действует по формуле Y' на Фи равняется минус Y на Фи штрихов. Правильно? Ну, просто для регулярных функционалов это интегрируем по частям, а потом этот результат в качестве определения переносится на все обобщенные функции. Это вы знаете. И если у нас по условию дано, что вот этот функционал нулевой, это ведь будет просто означать, что для любой функции из D это равно этому. Или для самого функционала Y мы получаем, что действие его на произвольной функции Фи штрих Фи из D есть 0. Но что собой представляет внутри всего пространства D вот это множество функций типа Фи штрих? Давайте попробуем его описать. То есть получается, что на каком-то множестве наш функционал вот этот нулевой и от того сколькими способами и как именно мы можем его продолжить на все D будет зависеть и ответ как раз от этого в нашей задаче. Что собой представляет множество решений вот этого дифференциального уровня. Вот не надо думать еще раз повторюсь, что функциональный анализ во всех ситуациях просто сам по себе каким-то магическим способом образом возьмет на себя все проблемы трудности связанные с данной задачей. Разумеется вам нужно помнить все из классического анализа но каким-то образом это увязывается с этим геометрическим взглядом на мир который функциональный анализ предлагает. Давайте подумаем. Вопрос. Как описать множество таких функций Пси для которых существуют функции Фи и СД производной которой есть наша фиксированная функция Пси. Потому что вот если мы его как-то опишем и представим себе на какой части Д наш функционал Y определен уже как нулевой и тогда сможем это понимать. Ответ. Необходимые условия следующие интеграл от функции Пси по всей прямой должен быть равен нулю. Ну давайте сделаем маленький перерыв пятиминутный и потом продолжим. Мы задумались на тему как описать множество тех функций которые являются чьими-то производными. в Д. И я говорю вот если внимательно посмотреть то сразу бросается в глаза такой слой что в каком-то смысле среднее значение ну реально здесь останется интеграл только по носителю компактному по какому-то отрезку и тогда у нас получится здесь что интеграл вот этот самый от Фи это будет интеграл от так Фи штрих простите сейчас сотру чтобы было лучше написано но и поскольку функция финитная и там и там функция Фи будет равна нулю ну и получится ноль и это условие является еще и достаточным если при выполнении такого условия рассмотреть функцию Фи от Х равную интеграл от минус бесконечности до Х Пси от Т до Т то понятное дело у нас получится функция финитная потому что как только мы уйдем достаточно далеко за носитель функции Пси все вот это условие станет значением нулевым ну а то что первообразная функция бесконечности дифференцируемой является бесконечности дифференцируемой это очевидно таким образом мы вот этот класс функции здесь упомянутых мы описали и мы описали его так интеграл от минус бесконечности до бесконечности Пси от Х до Х равняется нулю реально можно считать что этот интеграл даже не какой-то там не собственный или беговский или еще какой-то экзотический в силу того что носитель компактен это есть интеграл по какому-то отрезку можно считать от минус РДР вот этой функции Пси а что это такое это линейный функционал у нас есть линейный функционал действующий из D в R про его непрерывности и прочее ничего не говорю мне это не нужно вспомните нашу первую задачу если есть линейный функционал нетривиальный а мы знаем что например на такой функции в пространстве обобщенной функции как шапочка он конечно не ноль там кто-то есть но если он нетривиальный невырожденный ненулевой этот функционал то его ядро имеет куразмерность единицы и это подсказывает вот направление дальнейших действий если возьмете какую-то старую книжку в 50-х годах по обобщенным функциям там эта задача будет разбираться это книжки которые писал большой коллектив под руководством Гельфанда там были Шилов и Граев и другие но там будет просто рассказ свестись на языке дифференциальных уравнений вот этот факт про ядро и куразмерность он там конечно они это знали но они его не упоминали а вот нам сейчас поскольку мы видим что это означает что функция ПСИ вот является чьей-то производной тогда и только тогда как мы сейчас выяснили когда она принадлежит ядру вот такого функционала ясно? ясно значит я вот здесь сотру и напишу итог того разговора который здесь вел но ничего на доске не фиксирую значит так есть функционал который действует на произвольную функцию ПСИ СД по формуле интеграл от минус бесконечности до бесконечности ПСИ от ИК до ИКС это корректно определён потому что здесь я говорю ещё раз в конце концов получается конечный промежуток на котором гладкая а значит и ограниченная функция сидит потому что она всюду непрерывна и всё хорошо и вот это множество о котором идёт речь означает следующее там что функция ПСИ принадлежит ядру функционала Ф тогда и только тогда когда существует функция ФИ такая что ПСИ равняется ФИ штрих вот такое описание ну и поскольку функционал Ф не нулевой в силу задачи 1 которая нам подсказывает даёт вот тот самый дар предвидения о котором я говорю цитируя Сагу Анияли не даром же мы на исландские саги вспоминаем значит задача 1 что говорит отсюда следует раз это ядро нетривиального функционала следует что произвольную функцию ФИ из Д можно представить в следующем виде ФИ равняется некая ПСИ из ядра это то что там у нас было через З обознать в том предложении которое было плюс Альфа на какую-то функцию ФИ нулевое где ФИ нулевое лучше даже дайте напишем ФИ нулевое чтобы от этих ФИ отличать где функция ФИ нулевое просто заведомо ядру не принадлежащее произвольно выбранное опять же говорю в силу той задачи о которой мы говорили картина мира в данном случае устроена так есть ядро вот этого функционала описанное в соответствующей формуле интегратора и нулю и вот берем произвольную функцию ФИ нулевое ядро не принадлежащее и тогда у нас сразу получается такое разложение а если мы подействуем нашим функционалом Ф на обе части то соответственно получится формула что Ф от ФИ на ПСИ она равна это что к нулю а второе слагаемое даст мне альфа на Ф от ФИ нулевое но я напомню что у нас там происходило значит мы где-то писали эту формулу но здесь я ее не написал чему тут альфа равняется значит когда мы подействовали нашим функционалом Ф на обе части здесь получился ноль здесь Ф от Х а справа стал быть альфа на Ф нулевое но так же как и здесь то есть альфа как и там есть Ф от Фи поделить на Ф от Фи нулевое что такое Ф а Ф это на самом деле в данном случае есть вот этот функционал вот этот антеграл правда же другое дело что вот этот знаменатель опять не равен нулю это мы понимаем и можно считать что он на самом деле этот интеграл равен единице ну нормировку такую можем взять функцию Ф нулевое вот эту шапочку там какую-то так поджать чтобы получался интеграл равный единице и тогда у нас получается что функция Фи вот в том разложении которое я писал изначально она есть вот какое-то Пси вот такое плюс стало быть Ф от Фи на Фи нулевое это я возвращаюсь опять к своей формуле если вот мы такую нормировку проведем ну и что из этого всего вытекает значит я напомню что стремлюсь то я к тому чтобы получить доказательство утверждения решение как у меня там написано моего дифференциального уровня g4 равняется нулю есть константы только они правильно а получил пока вот это ну и что значит у меня есть вот этот функционал Ф с которым я уже разобрался но я то вообще работаю с функционалом игрок давайте вот опять в этой формуле посмотрим под действием функционалом игрока я тогда уже запишу в традициях обобщенных функций игрок от Фи равняется опять-таки 0 потому что это из ядра а здесь у меня будет стоять Ф от Фи то есть тот интеграл игрок Фи нулевой значит интеграл я напишу теперь по-человечески Фи от Х ДХ а здесь у меня стоит вот это самое игрок на Фи нулевое которое я могу обозначить как-то буквой С вот задав произвольное значение игрок на вот этой базисной дополняющей функции Фи нулевое задав там произвольное совершенно значение С я вот получу соответствующую формулу и если это С втащить под знак интеграла то получится формула минус бесконечность предела интегрирования С Фи от Х ДХ а что это означает это означает что мы получили регулярный функционал локально интегрируемая функция С от Х равняется С я это запишу вот так условно регулярный функционал рожденный конструктор вот суть этой задачи вот теперь давайте еще раз вернемся какую роль сыграла вот эта задача мы как аналитики занялись изучением вопроса о том что собой представляет класс функций основных являющихся производной вышли на вот этот интеграл условия интеграл по всей оси равен нулю проинтерпретировали это как обращение вновь интегрального вот этого функционала вспомнили вот это утверждение про гидроку размерность и так далее это нам подсказало что на самом деле будет происходить дальше вот если это все записывать без цитирования той теоремы то будет ощущение какой-то магии колдовства а на самом деле вот то предвидение нам говорят ага раз функционал линейный нетривиальный значит мир устроен вот так фи равняется пси плюс и так далее хорошо этот раздел нашего разговора я завершу еще одной задачей она будет задача номер 3 но я не буду ее сегодня разбирать я ее вам предоставлю в качестве упражнения для домашней работы задача номер 3 домашнее задание пусть е линейное нормированное пространство неважно над каким полем если я не упоминаю поле то значит какое угодно f действующее из е в к линейный функционал я ничего здесь не говорю про его непрерывности поэтому не пишу что он предназначает е со звездой утверждение стоит следующим тогда f является ограниченным в скобках непрерывным для непрерывного для линейного функционала это одно и то же так плохо написано давайте сотрудник пишу еще раз ограничен непрерывный тогда и только тогда когда ядро этого функционала является замкнутым нужд вот в математике очень ценятся утверждения в которых какое-то свойство формулируется в терминах совершенно неожиданных новых ну давайте вот быстро пробежимся по вашей математической истории чтобы вы понимали что это вообще вещь очень ценимая в математике скажем критерий Каши в математическом анализе что последовательность сходящейся тогда и только тогда когда она фундаментальна совершенно невероятное достоинство достижения замечательность этого утверждения в том что нам не нужен кандидат в пределы а на основе анализа чисто внутренних свойств нашей подседки мы можем сделать вывод о том есть у нее предел или нет второй пример скажем в нашем курсе уже функционального анализа было такое утверждение что метрическое пространство x является компактом в том и только в том случае когда выполнено одно из следующих условий хотя бы одно первое x полное и вполне ограниченное вполне ограниченное означает что для любого ипсона существует конечно ипсона сей второе из любой последовательности элементов x давайте сюда уйду можно выделить сходящуюся подпоследовательность ну третье менее значимое всякое бесконечное множество имеет предельную точку потом этот набор на самом деле в одной из задач в нашем задании был пополнен причем совершенно замечательным образом значит я напишу 4 созвездочка потому что в стандартную теорему у нас это не входит метрическое пространство x является компактным в том и только в том случае когда любая непрерывная функция на x является ограниченной вот понимаете удивительная вещь свойство компактности такое метрическое топологическое мы получаем изучая мир непрерывных ну скажем естественно значенных функций живущих обитающих на этом пространстве вот если они все ограничены то пространство компактное изучается совершенно другой объект казалось бы ну по его свойствам мы вот судим о свойствах того первично оригинального множества метрического пространства икс вещь удивитель и таких штук много но еще один пример из нашего курса функционального анализа значит вот здесь было 2 напишу вот так 3 мы задавались с вопросом когда в линейном нормированном пространстве норма давайте вот этот критерик решила одну же сотру порождается в скалярном произведении и мы нашли теорему правда мы стали ее доказывать потому что это довольно длинная но мы ее использовали ответ в том и только в том случае когда выполняется равенство параллелограмма для любых элементов нашего пространства е справедливое равенство норма х плюс у в квадрате плюс норма х минус у в квадрате равняется 2 норма х в квадрате плюс 2 норма у в квадрате совершенно замечательный факт и вот этот факт нам позволил в нашем курсе скажем при изучении гильбертов пространства не требует сепарабельности что обеспечивает существование ортонормированного байеса и техника доказательства практически всех утверждений становится конечно мерной только с заменой конечных сумм на хорошо сходящиеся ряды а вот во-первых бывают гильбертовы пространства не являющиеся сепарабельными ну скажем пространства почти периодических функций изучены еще в 20-е годы прошлого века и Безюковичем и Харальдом Бором братом Нильцебора так что это не искусственная вещь а во-вторых вот я исходил в построении плана читаемого курса функционального анализа что интересно изучать новые инструменты я все время использую вот это слово инструменты потому что если мы увидим что дело не в базисе как таковом а в какой-то вот этой глубинной геометрической характеристике пространства то это будет очень здорово мы использовали теорему в доказательстве теоремы проекции о том что если в гильбертон пространство мы взяли замкнутое подпространство замкнутое алгебраические топологические то просмотрев его аннулятор множество всех ортогональных элементов мы получим разложение в прямую в ортогональную точнее даже сумму h равняется m плюс m со значком аннулятора поэтому его и называют ортогональным дополнением вот надеюсь что мы еще поговорим об этом разни но это еще раз подчеркну что в математике когда что-то на другом языке формулируется излагается это ценимый ценный результат ну в конце контов вот вы же представляете себе как было доказано великое теремо фирма потому что формально была решена другая задача но такая что был уже заранее где-то решен вопрос о редукции одной задачи к другой но грубо говоря если я могу вскарабкаться на скажем вот вот эту колонну такую слегка выступающую здесь из стены то наверное я смогу забраться и на ту которая там у той стены стоит той же высоты тех же там пропорций требующие той же сноровки и возможно того же самого инструментального снаряжения поэтому еще раз говорю задача очень симпатичная не самая простая подсказка используйте задачу 1 про то что коразмирность ядра линейного функционала равна 1 как уж вы этим воспользуетесь я не знаю но вот так так сколько у нас в запасе еще 20 минут очень хорошо вот я начну второй сейчас фрагмент нашего разговора мы его продолжим в следующий раз как видите сначала вот было все посвящено и демонстрации такой технической что ли роли утверждения задачи 1 это была задача 2 про решение дифференциального уровня D' и вот еще одна задача которая уже в случае когда пространство не только линейное но и с метрикой вот она устанавливает совершенно замечательный я здесь сразу скажу что конечно вот эта стрелочка очевидная вот такая я рисую стрелку такую наклоненную в ту сторону когда-то один замечательный математик Андрей Александрович Гончар занимавшийся комплексным анализом сказал что в том случае когда какой-то результат содержит вот слова необходимые достаточно в основе равносильности если это не банальная какая-то перефразировка то хотя бы в одну сторону доказательства должно быть трудно так и здесь вот это очевидно потому что что такое ядро это прообраз нуля замкнутом множество если непрерывно то конечно прообраз а вот это движение мысли более сложное что из-за замкнута ядра следует непрерывно и вот если вы такие значки будете иногда расставлять сами просто для себя это позволит вам даже и лучше запомнить какие-то теремы и понять где на самом деле сидит какая-то нетривя это очень полезно так у своего рода дорожный знак так вот значит первый кусок нашего разговора был посвящен вот этой задаче второй кусок ну как бы давайте так первое давайте обозначим так у нас сегодня разговор о функционалах это мы с сервером стоит задачи первое с индексом 2 значит линейные ограниченные функционалы в гильбертовом пространстве здесь будет много всяких задач мелких но которые позволят нам выработать чувство того что собой представляет сопряженное пространство значит есть у нас H на D C или R если это не существенно в дальнейшем я не буду то вы знаете но просто в принципе возьмем два варианта основная теорема теорема Риса Фрише ну это примерно 1907 год в разных вариантах ну Рис наверное делал для большого Фрише уже более общая ситуация потом еще Релих там делал в 30 всем более общий поэтому иногда тут комбинация трех имен используется итак теорема Рис Фрише значит пусть это вот все переселилось сюда H Гильбертова пространства Ф произвольный линейный ограниченный функционал на H тогда говорит теорема существует и при том единственный элемент игрок из H такой что для любого ну скажем H маленького вот напишу такую букву из H большого действие функционала Ф на H идет по формуле H запятая Y то есть скалярное произведение реализуется ой то есть действие функционала реализуется в виде скалярного произведения мы эту теорему на ближайшей лекции докажем а сейчас попробуем порешать задачи связанные с не в чем смысл этой теоремы он грандиоз дается полное описание сопряженного пространства и неожиданность оказывается что по сути это и есть само H единственная деталь которая требует аккуратности при произнесении всяких изоморсностей если я функционал F в комплексном случае умножаю на альфа то соответствующий порождающий вектор умножается на альфа штрих потому что при внесении константа в комплексном случае со второго места в скалярном проявлении оно будет выскакивать со знаком сопряжения поэтому иногда говорят про комплексно сопряженные сбористые и всякие другие но я даже не буду употреблять такие слова а вот в главном что мы переселяемся вот сюда это очень интересно так вот задача а из этого подраздела 1 2 значит пусть h гильбертово пространство ну дайте считать что вещественное чтобы я раскрывал скобки там как-нибудь побыстрее попроще n ваше подпространство ну то есть замкнута опять же алгебраически и топологически f линейный ограниченный функционал на m подтверждение тогда существует и притом единственный функционал f свалной уже из h со звездой определенный и непределенный на всем h такой что во-первых тужение в свалной на m совпадает с f во-вторых нормы этих функционалов одинаковые это формулировка максимально напоминающая условия теоремы хана Банаха о котором мы поговорим еще в следующий раз но тем не менее вот в математике очень важны задачи о продолжении какого-то отображения с части пространства с части множества на все с сохранением того или иного свойства ну скажем вот можно рассматривать задачу о продолжении функции с интервала на отрезок замыкания можно это сделать при каких условиях правда? ну на самом деле это в терминах критерий Каши можно написать для разных концов а если мы захотим чтобы были одинаковые значения на окружность как бы и так далее в общем много всяких таких теорем существует и вот выясняется что в этой науке функциональном анализе для неименных отображений вот сохранение а точнее не увеличение нормы это важная деталь потому что чем больше нормы тем больше разброс получается вообще говоря по значению но тем сложнее в практических делах такой оператор такой функционал в частности поэтому если нормы сохраняется это хорошо ну поскольку мы с вами не в масштабах условиях конференции работаем я сразу прямо расскажу решение этой задачи и как раз это будет означать финальную точку в нашем сегодняшнем разговоре и так решение задачи первое M это гильбертово пространство но оно будучи под пространством ваш является само в себе гильбертовым пространством поэтому по теореме Риса Фрише существует такой элемент M нулевое в M что F от M произвольного из M большого есть скалярное проведение M нулевое просто процитировал теореме и я могу с помощью вот этой формулы продолжение F получить следующее продолжение F1 с волной поставлю чтобы под ту волну как бы уже подгонять F1 с волной от произвольного кто он у меня там H маленького есть H умножить на M нулевое вот просто в качестве порождающего элемента возьму M нулевое и рассмотрю вот такой функционал поскольку как легко понять в теореме я это здесь не отмечал но это почти очевидно норма функционала и связанного с ним элемента Y одинаковая хотя это ваша норма берется это ваша со звездой ну в одну сторону оценка это неравенство Каши Банюковского а в другую сторону получается что просто если взять вектор пропорциональный Y фронармированный то на единичной сфере оценка достигается все поэтому понятное дело что норма F1 с волной равняется норме F равняется норме вот этого самого M нулевое то есть одно продолжение уже есть но нам надо доказать что оно единственное и вот сейчас мы докажем единственность и на этом все будет закончено а вот именно в заказе единственности я увижу какую роль играет применение теоремы рисов решения пункт 2 предположим что F2 с волной еще одно продолжение F то есть можно сказать так что предположим существует такое игрок нулевое ну кстати ладно напишу потом опять же сужение F2 с волной на M совпадает с F норма F2 с волной равняется норме F но давайте рассуждать значит раз этот функционал F2 с волной из H с звездой он порождается в протере мерисов решая каким-то вектором но давайте его обозначу скажем чтобы того на 0 соответствовать Y нулевое то есть F2 с волной от H произвольного есть H запятая Y нулевое и вот основное что я сейчас сделаю на самом деле это будет просто переписывание всего что я знаю про ситуацию уже в терминах внутренней геометрии H без всякого упоминания каких-либо функционалов итак что мы знаем F1 с волной F2 с волной продолжение F то есть при любом M маленьком так у меня там пункты какие-то есть ну давайте альфу поставлю при любом M маленьком из M большого M M нулевое равняется M Y нулевое верно? верно второе бета норма F2 с волной равняется норму F1 с волной равняется норме F для меня важно здесь следующее норма такого функционала равна норме порождающего элемента здесь и здесь будут стоять нормы вектора M нулевое итого два факта раз и два что второй факт означает что Y нулевое и M нулевое лежат на одной сфере нормы одинаковые первое это какие-то информации про проекции вот на всевозможные векторы из M большого и если эта проекция совпадает до еще нормы то наверное действительно и сами не совпадают совпадение M нулевой Y нулевой будет означать совпадение соответствующих функционалов F1 и F2 но вы видите что вот уже мы в чисто геометрических терминах жизни ваш сформулировали то что нам надо делать я напишу покажем что Y нулевое равняется M нулевое есть вот эта система равенства что значит доказать что они равны это равностильно тому что норма разности Y нулевое минус M нулевое равняется нулю правда ну потому что они равны если разность нулевой элемент элемент нулевой тогда только тогда когда но мы грамотные люди знаем что удобнее работать с квадратами норм потому что это чисто скалярное произведение без всяких корешков Y нулевое минус M нулевое запятая Y нулевое минус M нулевое ну и вот я специально там записал что мы веществом в случае работаем чтобы раскрыть скобки вот здесь максимально изящно и просто норма Y нулевое в квадрате минус 2 Y нулевое M нулевое плюс норма M нулевое в квадрате вот это и это одно и то же это второе из этих соотношений а почему вот это уходит и равно вот этим давайте подумаем еще раз вот здесь написано что для любого M из M большого M нулевое равняется M нулевое конечно хочется это переписать так M запятая Y минус Y нулевое равняется нулю и взять в качестве Y минус нет плохо пишу M нулевое минус Y взять в качестве M вот эту разность но нельзя Y нулевое это вообще говорить из H а не обязательно совершенно из M что же тогда делать но здесь есть одна очень важная деталь в качестве M можно брать кого угодно и в частности M нулевое вот если взять M равное M нулевое вот в этом равенстве то получится вот так а здесь если раскрыть скобки получится что M нулевое в квадрате равняется M нулевое запятая Y нулевое посмотрите вот сюда это одно равняется такому ну и поскольку их два поскольку крайние совпадают это все сокращается и получается один большой M вот что нам дала переформулировка задач переселившись в один мир ваш мы смогли использовать все свойства этого пространства все знания какие у нас о нем этом пространстве общие имеются и задачу мы решили как-то очень естественно сделать все спасибо до следующей встречи субтитры и субтитры и субтитры субтитры